Что нужно сделать для того, чтобы твоим именем назвали самолет? Нужно его придумать и сделать. Именем Александра Сергеевича Яковлева названы десятки самолетов. Сегодняшний наш фильм «Оружие» о прародителе серии легендарных «Яков». Закончив военно-воздушную академию, летом 1931 года Александр Яковлев начал работать инженером-прорабом на авиазаводе имени Минжинского. За короткий срок он постиг премудрости, необходимые любому конструктору, чтобы знать, как притворяются в производстве его идеи, воплощенные в чертежах на бумаге. Вскоре Яковлев сформировал группу легкой авиации, которую во внеурочное время разрабатывала спортивные и многоцелевые самолеты. Группа Яковлева работала на заводе имени Минжинского, и в 1934 году она была переведена из Авиахима в государственную авиационную промышленность. В марте 1934 года она переехала с Трисолей деревообделочного цеха филиала завода имени Минжинского в авиационном переулке на собственную территорию, где находятся до настоящего времени. По этому поводу сам конструктор вспоминал. Меня вызвали к начальнику главного управления авиационной промышленности Королёву. Пришлось долго ожидать в приёмной, пока, наконец, пригласили пройти в кабинет. За огромным письменным столом сидел удивительно полный, черноволосый человек. Не поздоровавшись и даже не пригласив сесть, окинув меня недружелюбным взглядом, он без лишних предисловий приступил к делу. Завода вас выселяют? Правильно делают. Так вот, я дал указание разместить ваше конструкторское бюро и производственников в кроватной мастерской на Ленинградском шоссе. Ясно? На большее не рассчитывайте. Идите. Он предупредил, между прочим, что производство кроватей за мастерской сохраняется. Коллектив из 35 человек приступил к совершенно самостоятельной работе. Начали с прототипов будущего учебно-тренировочного самолёта АИР-9 и АИР-10, а вскоре появился УТ-2. Конструкция оказалась весьма удачной с точки зрения технологичности, простоты и дешевизны. Но главную роль в признании машины сыграло не это. В середине 30-х годов бипланная схема, которая господствовала в авиации более полутора десятков лет, стала стремительно сдавать свои позиции. В погоне за скоростью и высотой конструкторы всё активнее делали ставку на моноплан. В СССР наиболее решительным приверженцем такой схемы проявила себя КБ Яковлева. Практически все самолёты этого коллектива, кроме самой первой авиаэтки, были монопланами. На самолётах УТ-2 сделали первые шаги в небо десятки тысяч лётчиков, будущих героев и безвестных тружеников войны. Модель без замечаний прошла все государственные испытания и была запущена в крупносерийное производство. Самолёт УТ-2. Учебно-тренировочный, двухместный. Длина 7 метров. Размах крыла 10,2 метра. Взлётная масса 938 килограммов. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Максимальная скорость 230 км в час. Практическая дальность 500 километров. Практический потолок 3500 метров. Экипаж 2 человека. Однако после нескольких катастроф полёты на этой машине запретили. Оказалось, что самолёт имел тенденцию сваливаться в плоский штопор, а выходил из него со значительным запаздыванием. По всей стране под угрозой срыва оказались программы обучения пилотов. После серьёзных исследований проблемы плоского штопора машина была доработана и вернулась на службу в учебной эскадрилье. УТ-2 прожил долгую жизнь. Он выпускался массовыми сериями до и после Великой Отечественной войны. Всего на пяти авиационных заводах было построено 7243 самолёта УТ-2. Ещё одной довоенно-учебно-тренировочной машиной Яковлевского КБ стал одноместный УТ-1. Заводы выпустили более 1200 самолётов, которые использовались для подготовки лётчиков-истребителей, командиров, инструкторов, а также как спортивные. На них советские пилоты установили 11 официально зарегистрированных мировых рекордов. 12 июля 1935 года, во время показа образцов техники на Тушинском аэродроме, молодой конструктор был представлен Сталину. Эта встреча стала определяющей в судьбе Яковлева на долгие годы. На Хадынке проходил показ авиационной техники. Наши самолёты там были, не Яков, а ИР-9, и другие были самолёты других конструкторов, которые демонстрировались для наших руководителей страны. Сталин ему сказали, что вот Александр Сергеевич очень много отдаёт внимания на покраску самолётов, на отделку самолётов. И он его отозвал в сторонку, Александр Сергеевич, и между ними там шла оживлённая беседа. Они размахывали руками, друг другу что-то доказывая. И вот этот весь клан наших конструкторов, других фирм, стояли и сказали, что Александр Сергеевич кончится как генеральный конструктор. Но всё произошло наоборот. После этой встречи Иосифа Сергеевич Сталин назначил Александра Сергеевича Яковлева заместителем наркома. Большинство самолётов, созданных Александром Сергеевичем Яковлевым в начале его карьеры, получали обозначение «АИР» в честь видного деятеля партии большевиков, руководителя Центрального совета ОСА «Авиахима» Алексея Ивановича Рыкова. В 1937-м Рыков был репрессирован. Сменилась и система индексации. Новые машины стали называть либо по первой букве фамилии конструктора, либо просто по номеру. Так, в 1939 году Яковлевым был создан самый скоростной самолёт в Советском Союзе. Эта машина получила обозначение номер 22. Но в декабре 1940 года правительством было принято другое решение. С этого момента все отечественные самолёты стали получать наименование по двум первым буквам фамилий их главного конструктора. Так появились машины марки «Як», вскоре получившие мировую известность. К работе над первым боевым самолётом Яковлев приступил в 1939 году. Это был лёгкий бомбардировщик ближнего радиусодействия. В серийное производство он пошёл под индексом ББ-22, однако более известен как «Як-2». Яковлевская машина стала самой быстрой в своём классе. Она развивала скорость 567 км в час. Однако из-за недостаточной мощи оборонительного вооружения Государственная комиссия отдала предпочтение бомбардировщику конструктора Петлякова «Пе-2». ББ-22 выпустили серии около 600 штук. В 1940 году конструкторское бюро Яковлева начало работу над проектами сразу четырёх машин нового класса. Это лёгкий фронтовой истребитель И-26. Именно он стал прототипом легендарного первого «Яка» — учебно-боевой истребитель И-27, перехватчик И-28 и тяжёлый фронтовой истребитель-перехватчик И-30, предназначенные для борьбы со стратегическими бомбардировщиками противника. То, что в КБ работали сразу над несколькими моделями боевых самолётов, говорит о высокой квалификации конструкторов, глубине их мышления и осознании реалий современной войны. В дальнейшем каждый из этих проектов, хотя и с некоторыми изменениями, был реализован в серийных боевых машинах. Главным предвоенным достижением Яковлева стал истребитель И-26. В соответствии с постановлением правительства, к работам над этой машиной приступили весной 1939 года. К марту 1940 КБ должно было представить на государственные испытания два опытных образца. На одном устанавливался двигатель жидкостного охлаждения М-105П, на другом – М-106. Самолёт, созданный по схеме моноплана, имел смешанную металлодеревянную конструкцию. Вооружение истребителя первоначально должно было составить три пулемёта. В дальнейшем оно было усилено. И-26 получил скорострельную авиационную пушку и два пулемёта. Конструирование прототипа, получившего обозначение И-26-1, завершили к августу 1939-го. На постройку самого истребителя ушло ещё четыре месяца. Его испытания шли очень тяжело. В ходе первых 43-х опытных полётов лётчикам пришлось совершить 15 вынужденных посадок. Наибольшее нарекание вызывали винтомоторная группа и шасси самолёта. Это можно объяснить тем, что И-26 был абсолютно новым для нашей промышленности. Буквально всё, начиная с материалов и заканчивая отдельными узлами и агрегатами, находилось в стадии доработки и доводки. В апреле 1940-го в ходе испытательного полёта И-26-1 потерпел катастрофу. Первый и лучший лётчик-испытатель Яковлевского КБ Юлиан Пиантковский погиб. Второй прототип И-26-2 оказался более удачным и в большей мере соответствовал требованиям Госкомиссии. Новый истребитель развивал скорость до 585 км в час. Для набора высоты в 1000 метров ему требовалось всего 24 секунды. Скорость, скороподъёмность, мощь огневого залпа и послушность в управлении опытного И-26-2 превосходили аналогичные показатели лучшего советского истребителя той поры И-16 конструкции Поликарпова. Конечно, новый самолёт ещё требовал доработки, однако уже на стадии испытаний стало понятно, что машина имеет отличные перспективы. Самолёт И-26-2 можно смело назвать этапной ступенью в развитии советской авиации. После доработки он пошёл в серию под названием Як-1. Опыт, полученный Александром Яковлевым в ходе работ над легкомоторными самолётами, позволил ему в дальнейшем без особых проблем перейти к разработке современных истребителей. Впереди была война. Подробный рассказ о легендарных Яках, лучших истребителях Великой Отечественной, в следующих фильмах. КОНЕЦ